13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Микрофон Светлана Занько и долгожданный гость напротив меня Роман Титов, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Здравствуй. Здравствуйте. И хотелось бы поздравить и вас, Светлана, и весь коллектив радиостанции, и всех радиослушателей с замечательным, добрым, светлым, весенним праздником Днём Радио. Для меня этот праздник не чушь, поскольку я связан с этими радиоволнами не только радиостанции «Эхо Москвы», но и с началом своей профессиональной деятельности, поскольку в 90-е годы я работал на одной из первых коммерческих радиостанций в нашем областном центре и до сих пор вспоминаю об этих годах, как о замечательных, добрых. И я думаю, сегодня мы с коллегами, которых жизнь уже развела по разным городам, будем в социальных сетях обсуждать и тихонечко праздновать. Я поздравляю тоже всех своих коллег, раз уж у меня есть такая возможность сегодня прямо в эфире это сделать. Друзья, да будут радио, что называется. К твоему приходу накопилась огромная масса новостей, кроме того, что по твоей основной деятельности в Российском народном фронте просто массой буквально сегодня я вижу новость, которую мы обязательно разберём. Но кроме всего прочего развивается история с бэби-боксами. Вчера у нас в студии был Вершинин Алексей Александрович, который участвовал в открытии бэби-бокса буквально на днях в католическом нашем приходе. Его открыли и сегодня закрыли. Потому что, во-первых, высказался Павел Астахов, уполномоченный по правам ребёнка всероссийский, довольно резко. Ему вчера ответил Вершинин, позиции были обозначены. Но ещё обратились некие общественные движения в прокуратуру. Прокуратура сегодня очень быстро отреагировала, она его закрыла. Как ты смотришь на эту ситуацию? И какими ты видишь перспективы открытия бэби-боксов в Кировской области? Ну, здесь я могу высказать только сугубо личную позицию, поскольку мы по роду свидетельств не занимаемся, это не наша тема. Есть проблемы, и проблемы серьёзные. Мы знаем, что с начала года в Кировской области произошёл целый ряд, по-моему, до десятка смертей детей по вине матерей, которым дети просто не нужны, которые отказывались, которые их выбрасывали или все, господи, убивали просто. То есть проблема есть, и, к сожалению, пока решение этой проблемы не найдено. Другое дело, что решает вопрос, надо следовать требованиям законодательства федерального, потому что действительно, здесь прокуратура и Павел Астахов, они правы абсолютно. У нас забота о детях, в том числе о детях, оставшихся без пекчения родителей, она возложена на конкретные органы, при которых эти бэби-боксы и, наверное, должны открываться. И здесь есть серьёзная правовая коллизия, установленный в Кирове бэби-бокс, действительно находился вне российского правового поля. Другое дело, что дальнейшим бы развитием темы, поскольку есть вопросы, надо решать, должно было бы стать развитие системы как раз, как грамотно, правильно и без ущерба для здоровья детей, этих детей, грубое слово, отчуждать от матерей, которым эти дети не нужны. Во-первых, нужно найти сначала этих матерей, извини. Найти, то есть должна быть такая, знаете, сигнальная система, да, там мать, которая не хочет оставлять ребёнка, её нет сейчас. И здесь, конечно, католики, они действуют достаточно гуманно, да, пусть вне правового поля, но они пошли на... Они хотя бы искали решение этой проблемы. Я надеюсь на то, что областная власть, уполномоченные по правам ребёнка, будут совместно искать выходы из этой ситуации. Эта проблема не Кировская область, но с учётом социально-политической ситуации, точнее, скорее, социально-экономической ситуации в регионе, она для нас важна, потому что идёт объединение населения, в том числе в удалённых населённых пунктах, матери не могут содержать детей, и просто попадают в трудную жизненную ситуацию. Поважаем целую инфраструктуру поддержания матерей в этих жизненных ситуациях трудных, пока её эффективной нет. Можно сколько угодно говорить там о работе органов опеки эффективной, но, слушайте, если дети погибают, значит, всё это цифры и не более того. Хотелось бы услышать продолжение этой истории, а не отказ полный от неё. То есть это же не просто акция, давайте откроем боби-бокс, это попытка решить социальную проблему, пусть вне правового поля, но это попытка. Надеемся на то, что эта проблема будет решена в рамках уже там российского законодательства. Ну или внесение каких-то поправок. Или внесение поправок в коррективное. Правда, это долгая тогда история будет. Посмотрим, что наши депутаты на это скажут, если они вообще озаботятся. Надеюсь. Давай сейчас поговорим о теме, которая непосредственно касается приближающихся праздников, а именно 9 мая. Дата для тебя серьёзная? Для меня это не просто серьёзная дата, это самый святой праздник, поскольку в моей семье оба деда воевали. Я буквально недавно, благодаря системе «Подвиг народа» нашёл наградные документы на обоих дедов. Лучше узнал об их подвигах. Одна из бабушек у меня работала в тылу, она была медсестрой в госпитале. Другая бабушка у меня была ветераном труда, поскольку она в годы войны работала педагогом в школе. И занималась там, извините, в деревне без мужиков, воспитанием детей. Я с детства вырос на рассказах дедушек, на рассказах родителей о подвигах дедов. И для меня это самый светлый и самый святой праздник в году. Согласна, для меня тоже, абсолютно. И я даже не пытаюсь вступать в споры по поводу того, как представляется сейчас этот праздник, когда кто-то их заводит, честное слово. Для меня это что-то такое, что трогать совершенно невозможно. Другое дело, что можно обсуждать вещи, которые сопровождают, символы, которые сопровождают этот праздник. Я сейчас не про Георгиевскую ленточку, нет. Я хочу поговорить про вечные огни, которые должны были быть отреставрированы к празднику Победы. И ОНФ в этом участвовала. В частности, Вы подавали сведения о том, какое количество вечных огней находится на территории Кировской области. Да. Более того, мы мониторинг вечных огней проводили уже неоднократно. В первый заход мы обнаружили 44 вечных огня. На настоящий момент нами выявлено, задокументировано, зафиксировано и официально подтверждено наличие на территории Кировской области 54 мемориала «Вечный огонь». Другое дело, что, опять же, мы сегодня говорим про правовые коллизии. Есть правая коллизия, связанная с тем, что вообще вечный огонь должен гореть постоянно. На то он и вечный. Но вечных огней, горящих круглый год, у нас на территории региона всего три. Надеюсь, в ближайшее время появится еще один в Парке Победы в городе Кирове. Остальные вечные огни, они, извините, фигурируют как горелки, некие, называется газовая горелка. Или огонь памяти. И делается для чего? Есть поручение президента, который сказал, надо обеспечить функционирование вечных огней круглогодично. Но ведь сказано было про вечные огни, поэтому чиновники пытаются найти такие лакуны. И называют это не вечным огнем, а как-нибудь еще. Мы по итогам первого мониторинга прошлым летом обратились к нашему федеральному руководству с просьбой рассмотреть на федеральном уровне вопрос об установлении законодательного статуса вечного огня. То есть, если это будет прописано в законе, будет сложнее отойти и найти лазейки для того, чтобы этой проблемой не заниматься, проблемой функционирования вечных огней. Извини меня, пожалуйста. Вот эти названия, наименования, о которых ты говоришь, вечный огонь, огонь памяти, горелка, это с какого времени существующее разделение по категориям? Или это какое-то новшество, которое возникло, я имею в виду название не вечным огнем? Это чиновничье творчество. Сейчас оно современное чиновничье творчество. Да, современное творчество, никак в законе не было регламентировано, статус не был регламентирован вечного огня, и депутаты Госдумы от ОНФ внесли, и в ближайшее время вопрос об установлении статуса законодательного вечного огня будет решен и рассмотрен. Другое дело, что когда мы говорим о вечных огнях в Кировской области, которых на самом деле очень много, 54, это такой по России серьезный показатель, не во всех регионах, где были боевые действия, такое количество вечных огней. Ну, наверное, это связано с размерами региона. Вот такая проблема. Мы выявили 54 вечных огня, и у нас есть подтверждение по каждому объекту. Но Департамент культуры сообщил в Министерство культуры, что на территории Кировской области 47 вечных огней. И этот вопрос рассматривался на коллегии Министерства на прошлой неделе. К нам обратились из Москвы с просьбой подтвердить нашу информацию. Мы, разумеется, подтвердили, потому что... А чем подтверждали? У нас есть и фотофиксация, есть и официальные письма, ответы на запросы из муниципалитетов, которые в конечном итоге, на территории которых расположены эти вечные огни. И получилось так, что, к примеру, в мониторинг Департамента культуры не попали вечные огни в Кировочепецком районе. В Ужумском районе. В ряде районов было указано вместо двух вечных огней, которые там есть, наличие одного. Мы сейчас будем разбираться, почему такая информация возникла. Но официально на нашем сайте и в Министерстве культуры вся эта информация есть в Кировочепце 54 вечных огня, за которыми надо ухаживать. А вот скажи мне, пожалуйста, понятно было распоряжение президента. Активисты Российского народного фронта подключились и активно и эффективно работают. Сами жители как-то участвуют в том, чтобы их вечный огонь попал в эти списки и был восстановлен? Есть отдельные гражданские инициативы. В целом же могу сказать, что я не вижу от жителей Кировской области, что странно в преддверии юбилея Победы, вот такой большой гражданской инициативы даже не по вечным огням, а по содержанию памятника. Потому что буквально на прошлой неделе, 3-4 мая, мы с нашими ребятами, с активистами строя отрядов выехали в село Истабенск. То есть мы нашли там серьезный большой памятник, можно сказать, даже мемориальный комплекс. Я вот как раз его сейчас наблюдаю на вашем сайте, действительно большой мемориал. Большой серьезный мемориал, на финансирование которого на настоящий момент, насколько мне известно, средств из бюджета всех уровней выделено не было. Ну, непорядок. И мы решили просто показать, проявить гражданскую инициативу, показать, что можно это делать своими силами. Силами, пусть не кировских общественников, как мы сделали, на местах. То есть выехало порядка 20 человек. Наши друзья из строительной компании помогли с материалами. Строотряды и представители союза строителей выполнили строительные работы. То есть на днях там, по-моему, вчера должны были снимать опалубки из постаментов, которые были зафиксированы, обновлены. Но практически не подходили местные жители. Ведь это богатое село. И было странно, на самом деле, разговаривать с местными представителями властей и узнавать, что население пассивно. Стоит памятник и стоит, и никакой работы не ведется. Мы пытаемся раскачать эту ситуацию и как раз своим примером показать, что, ребят, ну давайте самый святой памятник, самое святое дело в нашей жизни, самый святой праздник как-то отмечать не просто георгиевскими лентами, символами какими-то реальными делами. Потому что, смотрите, в этом году, в юбилейный год Победы, в области было выделено из областного бюджета 10 миллионов рублей на восстановление памятников и вечных огней, и мемориалов, и просто памятников к юбилею Победы. 10 миллионов в юбилейный год. Этого недостаточно. Понятно, что в следующие годы не будет выделяться больше средств, будет меньше. Единственная возможность сохранить память, это брать эти памятники под шефство, под патронат, под опеку местных предпринимателей и помогать делом, а не просто словами. У нас есть активист, который одним из первых в прошлом году за свои средства полностью, а это очень серьезные деньги, остановил памятник в селе Русское. Там замечательный сейчас объект, который... Активист-бизнесмен? Активист-предприниматель, да. Он нам помогал в этом году своими советами, скажем так, целеуказанием, но и в этом году он несколько памятников сам делает по-прежнему. Это все здорово. Ты давай вернемся на шаг назад все-таки к вечным огням. На мой взгляд, 54 вечных огня, ты сам сказал, что это много, и 47, возможно, не так принципиально. Для кого тогда это принципиально? Мы же понимаем, что есть, наверное, вечные огни, тебе виднее, вы туда выезжали и фотографировали. Вечные огни, которые находятся в состоянии полной разрухи, например, или которые тяжело снабжать там газом, уж не знаю, сколько там платится денег на газ, и откуда идут эти статьи. Вот когда депутаты Госдумы будут определять статус вечного огня, они там будут определять статус... Эти вечные огни будут федеральными, региональными, кто их будет снабжать, кто за ними будет ухаживать, кто будет оплачивать газ и все прочее, учитывая наши бюджеты. Ты понимаешь, о чем это? Я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, проблема с финансированием есть. В основном в тех районах, где нет магистрального газа, где идет газоснабжение из баллона. Но есть вещи, которые нельзя монетизировать абсолютно. То есть содержание памятников, содержание вечных огней должно быть просто защищенной железной статьей бюджета. Тогда хочется понять, железной статьей бюджета федерального? Есть объекты федерального значения, есть объекты регионального, есть объекты муниципального значения. В конечном итоге, они находятся на территории муниципальных образований, за их содержание муниципальное образование и отвечают. Хорошо, у вас нет денег на содержание объекта. Включайте механизмы работы с местным бизнесом, находите возможность, чтобы памятник у вас был, работал, вечный огонь, круглогодичный. Потому что я вижу муниципальные образования, которые не отнеслись, вот спустя рукава к этой проблеме, у них тоже нет денег. Они не самые богатые, но они сумели договориться с межрегионом газа, с его территориальным подразделением. И газ у них есть, выделяется где-то безвозмездно, где-то по льготным ценам. Вопрос решается, если им заниматься. Если им не заниматься, у нас, боюсь соврать по цифре, на осень порядка 8 вечных огней вообще не работали. Ну то есть, они даже не горелки памяти, вот просто галочка такая стоит, а газа нет и не было последние 20 лет. Слушайте, ну неужели нельзя найти решение этой проблемы? Годовой бюджет по газу примерно 200 тысяч рублей составляет для такого объекта. Ну серьезная цифра, да. Но она не неподъемная для бизнеса, и это не неподъемная цифра для газовых компаний. Но для муниципального бюджета действительно может оказаться неподъемным. Но есть муниципальные образования, которые находят средства. И опять же это не самые богатые. Правильно я тебя понимаю, что без бизнеса, без предпринимателей не обойтись? Обязанность формально по содержанию объекта возложена. Есть отдельный закон 90-х годов, по-моему, 94-го года. Возложено на муниципальное образование, если на их территории находится этот вечный огонь. Но они могут искать и другие механизмы частного государственного партнерства, к примеру, для того, чтобы решать проблему. Это не проблема, грубо звучит. Для того, чтобы память была вечной. Это же для детей пример. Если он приходит и видит, что этот вечный огонь никогда не работает, то у ребенка не будет вот такого глубокого ощущения трагизма Великой Отечественной войны, не будет ощущения памяти. Он будет видеть, что к этому можно относиться вот так наплевательски. Стоит и стоит. Разваливается и разваливается. И вот из таких маленьких впечатлений рождаются большие исторические беды. Понятно. Возвращаемся снова к новостям сегодняшнего дня. Я вижу на портале бизнес-новости, третий раз сказала новость, простите, за тартологию, банкротство с нарушениями материал по итогам дела, которое вела прокуратура в связи с обращением сотрудников Слободского спиртоводочного завода к Владимиру Владимировичу Путину. Обращались, жалуясь на то, что в связи с тем, что был перепродан завод и в связи с тем, что бывший собственник от ЖЭЛА сидит, предприятие находится в жутком состоянии, вплоть до того, что люди не получают заработную плату. Вот сегодня, видимо, пришел ответ, и по крайней мере он стал известен общественности, СМИ, из прокуратуры, по которому выявлены некоторые нарушения. В частности, расхождение даты отчетов об установлении рыночной стоимости имущества и отчетов публикованных оценочных организаций. Это мелочи, на самом деле, по сравнению с большими вещами, которые вы понимаете. Вот хотелось бы понять, понимаешь, хотелось бы понять, какие большие вещи выявлены, и как это скажется на сотрудниках, получат ли они свои деньги. Во-первых, сотрудники бывшие, потому что предприятие находится в стадии банкротства, действием бывшего руководства завода дана соответствующая правовая оценка, мы про это знаем, но общая сумма долгов по зарплате перед уволенными работниками по выходным пособиям составляет порядка 25 миллионов рублей. Соответственно, на наш взгляд, задача конкурсного управляющего, и это, в принципе, требование закона о банкротстве, это удовлетворение, в том числе и требование, вот этой категории граждан, которые на предприятии работали, были сокращены в рамках процедуры банкротства. Для этого реализуется и имущество, в том числе. И от цены имущества, итоговой на торгах, от законности процедура зависит, и объем денег, который конкурсный управляющий получит, и будет распределять в соответствии с реестром кредиторов по очередям. То есть, людям бы досталось больше, если бы это имущество было продано по реальным ценам. Было обращение на имя президента, было обращение к нам. Мы, не дожидаясь итогов федеральной проверки, сами обратились в прокуратуру и попросили провести там, дать правую оценку действиям конкурсного управляющего. Тем более, что, как нам сказали работники завода, с которыми мы встречались, они обращались в УВД, но не получили внятных ответов на свои вопросы. Я не могу точно говорить о содержании вопросов, которые вы задавались, об ответах. Это задача прокуратуры проверить, собственно говоря. В итоге мы получили достаточно серьезный материал. И, если кратко, то нарушения выявлены, в том числе, на что мы делали особый упор, в оценочной стоимости имущества, которое продавалось. То есть, выявлен факт продажи недвижимости, жилой недвижимости по заниженным ценам. Жилая недвижимость – это? Это квартиры и дом, которые находились в собственности СВЗ. И предоставлялось для проживания кому? Понятия не имею, честно говоря. То есть, это не является предметом нашего внимания. То есть, соответственно, были упущены средства, которые могли быть получены. Цена лота действительно вызывала сомнения. Там огромный лот, в который входил и автопарк, и недвижимость, и сети. И был он продан, по информации работников бывших, за 8 миллионов рублей. То есть, были установлены нарушения закона, и в той части, на которую люди тоже обращали внимание, почему за публикацию в газете «Коммерсант» был заплачен 1 миллион рублей. Действительно, серьезно. Но... «Коммерсант» хороший, уважаемый, да, были найдены нарушения, точнее, не были найдены нарушения. Прокуратура также отменила отказ полиции в возбуждении уголовного дела по заявлению граждан, работников завода. И на настоящий момент ведется дальнейшая проверка. Но этим ситуация не исчерпывается, не заканчивается, поскольку сейчас предметом нашего внимания стал один из элементов лота конкурсного, это общежитие на 32 секции, общежитие завода. Мы сейчас уточняем правовой статус этого общежития, поскольку, если здание действительно являлось объектом социальной инфраструктуры, если оно сохраняло значение своего к общежитию, его нельзя незаконно вовлекать в конкурсную массу банкротства. Общежитие должно было быть передано муниципалитету. Если этот факт подтвердится в ходе проверки, то возникнет вопрос о нанесении ущерба и муниципальному образованию, город Слободской, который могло бы получить серьезное жилое помещение, и предприятие, которое банкротится. У нас на самом деле с подобной ситуацией связаны две большие городские социальные проблемы в Кирове. Это общежитие на улице Боровой 26 и общежитие на улице Комсомольской. Напомним слушателям, что фигурируют эти общежития в связи с переселением граждан из ветхого жилья. В том числе да. Просто эти общежития были в процессе банкротства кировской компании проданы, как раз вовлечены в конкурсную массу. Было установлено, что это незаконно, но прошла цепочка сделок и конечный выгодоприобретатель, который одно из общежитий приобрел, к примеру, по цене 5 миллионов рублей за пятиэтажное здание, он сейчас выселяет людей и продает там квартиры и собственникам каким-то новым муниципальным образованием. То есть люди, которые там жили, они были проданы как крепостные вместе со зданием. И мы очень боимся, опасаемся, что похожая ситуация может повториться в городе Слободской. Не дай Бог, конечно. А там живут люди в этом учреждении? Вот сейчас мы и уточняем этот вопрос. То есть я пока говорю предварительно, мы получили свежие материалы проверки, нашли еще моменты, за которые можно зацепиться, и сейчас будем предпринимать дальнейшие действия, и, конечно, будем держать вас в курсе. Слушайте, ну, люди из структуры, которые покупают, например, СВЗ, это такие серьезные люди из структуры, и народ, который правит теми самыми общежитиями, которые ты упомянул уже на паровой, например, они тоже достаточно активные, такие с локтями, с кулаками и так далее. Вот я тебя хочу лично спросить. Тебя когда-нибудь укражали, но тебя когда-нибудь давили за то, чем ты занимаешься, и твои коллеги занимаются по общероссийскому народному фронту? Ну, так, чтобы всерьез? Нет. Я думаю, что люди понимают, что это бесполезно. И по той же боровой, ну, слушайте, разве можно считать угрозами какие-то выкрики со стороны собственников, представителей собственников? Это все ерунда. Мы понимаем, что в нашей стороне закон, и я не сразу не боюсь. Спасибо. Это особое мнение Романа Титова. Мы не прощаемся. Мы вернемся в студию через две минуты. Особое мнение на 101.фм. Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня мы слушаем особое мнение руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта Романа Титова. Когда в ходе конференции вашего отделения, где вы подводили итоги за 2014 год и озвучивали план на текущий год, вы красной строчкой обозначили, что будете заниматься вопросами здравоохранения. Что, собственно говоря, и последовало. В частности, меня в данный момент интересуют результаты мониторинга кировских аптек, которые в апреле, да, по-моему, в апреле были опубликованы, где ОНФ выявили отсутствие в нескольких категориях льготных лекарств, в частности инсулина, темазола, и не буду называть следующие, труднопроизносимые названия. Эти лекарства отсутствовали в аптеках напрочь, как писали СМИ с ваших слов, но Диабздрав прокомментировал ваш мониторинг следующим образом. На складах имеются запасы всех необходимых лекарств, жалоб от населения на отсутствие препаратов в этом году не поступало, и сказали, что эти лекарства требуются очень ограниченной группе граждан, и поэтому не могут находиться во всех аптеках. Что это значит сейчас? Что всё в порядке, что лекарства доступны, или всё-таки развивается вот эта история вашего спора? Смотрите, мониторинг по наличию лекарств проводился одновременно во всех субъектах Российской Федерации. Более того, этот мониторинг не был частью просто такой акции «давайте пройдём там и на этом и закончим». Нет. Помимо мониторинга наличия лекарств по списку льготному, мы проводили мониторинг, скажем так, контрольную закупку медицинских услуг в медицинских учреждениях города Кирова и области. То есть были пациенты, которые проходили все, собственно говоря, все необходимые ступени, записывали время визита к врачу, записывали время ожидания, записывали там, давали обратную связь по доступности врача, по времени. Проводился мониторинг доступности врачей-специалистов, в том числе кардиологов, в том числе в муниципальных образованиях Кировской области. То есть это элементы системы мониторинга, которая проводится для того, чтобы сформировать некую независимую позицию в рамках подготовки к форуму по здравоохранению с участием президента, который будет проводиться в июне этого года. На сегодняшний момент мониторинги ещё не завершены полностью. То есть вы продолжаете собирать сведения? Конечно. Проводились и рабочие встречи с представителями медицинского сообщества, заседания региональных экспертных групп. И, скажем так, и по ситуации с наличием этих медицинских препаратов и по ряду других ситуаций мы взаимодействуем, разумеется, в равноудалённом режиме с департаментом здравоохранения, поскольку мы не просто говорим об отсутствии лекарственных средств, мы и уточняем причины. И на самом деле я здесь не вижу принципиальных расхождений между тем, о чём говорили мы, и тем заявлением, которое было выдано этим здравом. Почему? Потому что мы пришли к выводу, и у нас есть вся необходимая статистика в разрезе аптек, в разрезе препаратов, что этих препаратов в аптеках действительно не было. Либо аптекари не были готовы нам предоставить аналоги этих препаратов, к примеру, там есть же непатентованные наименования. Или просто не завезли? Или аптекари непрофессиональны? Или, 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 на самом деле. А кто будет выяснять причину? Мы выясняем, поверьте. В аптеках их действительно не было. Департамент здравоохранения тоже говорит, они находились на аптечном складе. Да, на аптечном складе всё в необходимом количестве закуплено. И человек с ольготным рецептом, вращаясь в аптеку, который работает с ольготными рецептами, он в течение какого-то времени, до 10 дней, насколько я помню, этот препарат получит. Но 10 дней – это не есть наличие препарата в аптеке. Мы понимаем позицию Департамента здравоохранения. Она действительно здесь, скажем, выглядит тоже адекватной, потому что есть препараты узкого круга использования, к примеру, которые в области необходимы всего 6 граждан. И обеспечить их наличие во всех аптеках, которые работают с ольготниками, ну, это, мягко говоря, там, с точки зрения экономики, неэффективно. Но мы считаем, что медицина не должна быть экономической системой. Медицина должна быть системой социальной. И если есть эти все препараты, они в списке препаратов, которые должны быть в наличии в аптеках. То должны быть на полке и всё. Мы идём чётко по букве закона. Мы услышали позицию Департамента здравоохранения. Мы обязательно доведём её и до федерального нашего руководства, поскольку логика в этом есть определённая. Мы же не говорим, что во всех бедах медицины виноват только Депстраф. Более того, есть проблемы, которые общефедеральные, которые нуждаются в системном решении на уровне страны. Но их надо доводить. А если проблемы есть, и о них никто не говорит, значит, они не найдут никогда своего решения на федеральном уровне. Собственно говоря, эта ситуация стала таким маячком, и не только в Кировской области, а в Ульяновской области, Пензенской. То есть такие же ситуации, на самом деле препараты примерно сходные. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь уже движение со стороны нашего Департамента здравоохранения в связи с тем, что были собраны и опубликованы эти сведения? Да, они ответили. Ты говоришь, что есть смысл в том, что они говорят. Но как-то меняется, раз мой мониторинг продолжается, с апреля месяца меняется ситуация в аптеках? Она не изменится быстро, поскольку это система, которая, ну, понимаете, там нельзя по щелчку пальца всё разрулить. Кроме того, есть федеральные ограничения определенные, вот там, к примеру, в районах возникает ситуация с наркосодержащими средствами, то есть за которыми приходится ехать в район, поскольку там единственная аптека, которая по российскому законодательству имеет право работать с такими препаратами. Доступность этих препаратов для нуждающих теперь граждан, она, ну, сомнительна, скажем так. Но это не проблема Кировской области, это проблема федерального законодательства. И Депздрав, да, он нам обозначает эти ситуации, мы их принимаем так же точно, как мы принимаем информацию для нашего мониторинга, для итоговых докладов от пациентов. Потому что основное, что мы мониторим, это доступность, это мнение пациентов, это мнение людей, которые непосредственно входят в контакт с медицинскими учреждениями. И на цифрах там может быть всё отлично, но люди испытывают определённые трудности и проблемы. Ну, я хочу подтвердить эти слова, по крайней мере, комментарии с сайта, с нашего же сайта, эхакирова.ру, где мы опубликовали ответ Депздрава на ваше заявление. Человек пишет, что, 19 апреля написал, потому что это новость апрельская, нагло врут, что всё доступно, три месяца ждал в аптеке препарат Бекалутамид-50, вот вам и федеральный льготник. Ну, то есть, есть вопросы у людей, всё равно они есть. Другое дело, что нужно понять, насколько я понимаю, вот твоя позиция такова, что ситуация, проблема возникла от несовершенства федерального законодательства, а вовсе не потому, что какой-то аптекарь или какой-то чиновник Депздраве каким-то образом там что-то нарушил, не заказал лекарства, приберёг их, и пусть это было отмаляло. Да, смотрите, просто ситуация бьётся сразу по целому кругу субъектов приозвитков федерального округа. Если бы это была ситуация только в Кировской области, а когда мы видим, что одни и те же препараты, их нет там, нет в Ульяновске, нет в Пензе, нет в Мариеллу, нет ещё где-то, это системная проблема. И речь как раз на форуме по здравоохранению она будет идти не о проблемах здравоохранения в Кировской области или в Пензенской, или в Самарской, а о системных проблемах российского здравоохранения. Как раз мониторинг проводится не с целью пожурить кого-то на местах, а с целью выявить вот такие болевые точки и решать их уже на федеральном уровне, где есть необходимые рычаги, есть возможность влиять на нормативно-правовую базу. То есть в любом случае эта история не короткая, а длинная. Да, но, понимаете, когда в тему медицины заходишь уже глубоко, не просто как пациент, а как такой пациент уже подкованный, начинаешь видеть, что действительно многие системные элементы дают сбои не потому, что на региональном уровне плохие менеджеры медицины, потому что есть проблемы, к примеру. Все знают вопрос по электронной регистратуре. И все знают вопрос, связанный с тем, что время ожидания врача в очереди очень долгое, вместо нормативов по приему врач там по 20 минут что-то забивает в компьютер, приходит к другому врачу, врач забивает это снова и снова. Оказывается, это связано с тем, что в начале региона были выделены средства на формирование региональных систем электронных регистратур и создание единых систем организации работы врачей на местах, медучреждениях. А потом возник вопрос, а как все эти разнородные системы связывать воедино на российском уровне? Как связывать системы, которые применяются в рамках одного медучреждения для регистрации пациентов, для электронной регистратуры, для работы врачей воедино, когда разработчики отказываются с другими сотрудничать? Просто говорят, нет, вот это наш программный продукт, мы не позволим вам туда доступ получать и ковыряться. И возникает там нелепая ситуация, когда действительно врач должен сидеть и тарабанить по клавиатуре, а другой врач не может получить доступ к этим сведениям, когда невозможно в существующей системе занести рентгеновские снимки, которые получаются, когда обмен просто стоит, тормозится, нет взаимосвязи между этими электронными системами. Это вопрос федерального стандарта по большому счету. Мы этот вопрос выносим отдельно в рамках выявленных в регионе проблематий. А ситуация, корророва, простая. Не могу попасть... По электронной регистратуре выносится на тот же форум, который состоится в июне. У нас остается буквально две минуты, к сожалению, не удастся большое количество вопросов рассмотреть. Я тебя призываю снова и снова приходить к нам почаще. Поэтому прошу от тебя очень короткий ответ на короткий вопрос, поскольку проблемами ЖКХ и управляющими компаниями вы тоже занимаетесь. контроль за проблемами управляющих компаний был вынесен как тоже красной нитью на 15-й год в плане ваших работ. Так вот, 140 управляющих компаний получили лицензию кировских управляющих компаний, и начальник госинспекции области Александр Шеляев подтверждает, что ситуация контролируемая, прогнозируемая, нет никакой катастрофы. В конце мая, начале июня все вопросы с управляющими компаниями решатся. Но у меня есть один вопрос, и прошу тебя короткий ответ. Будут ли падать на людей-сосульки следующей зимы? Если сохранится такое отношение руководителей управляющих компаний к своей деятельности, то будут. Так они же сейчас все лицензированы. И нам заявляло руководство о том, что вот сейчас лицензирование, руководство различного уровня и различных администраций, и городской, и региональной, о том, что вот лицензирование, многие говорили, не все, это вот такая чуть ли не панацея. Это не панацея, это не более чем попытка, хорошая попытка и важная, причесать и задать некие единые стандарты, но вопрос в постоянном контроле и надзоре. Когда мы в марте приезжаем в поселок Стрижи, по совершенно другой ситуации, на крыше, это уже когда пошли задержания руководителей управляющих компаний, когда уже начался процесс лицензирования. На доме висят огромные сосульки, и руководители управляющих компаний и администрация района на белом глазу заявляет, а что такого-то? Растает же, само как-нибудь упадет, понимаете? Только отъехали от Кирова на 35 километров, интересно, получило это управляющих компаний? 10 тысяч штрафов. И они существуют? И возможно, даже лицензировали? На руководителя буквально сегодня от Кузнецова мы получили информацию от Алексея Борисовича, что руководитель управляющей компании наказан. Но управляющая компания осталась, и он тоже остался? К сожалению, не знаю. Там вопрос в том, что это единственная управляющая компания в стрижах. И она, к сожалению, или к счастью, монополист. И если она, грубо говоря, хлопнется, кто будет обслуживать этот фонд? Мы до сих пор пожинаем плоды по управляющей компании Новоярского района. То есть сама система лицензирования не приведет к тому, что мы пройдем следующую зиму без трагедии? Это, знаете, это как с системой диагностики заболеваний. То есть вот все проходят эти профосмотры, но если между ними ничего не делать, толку не будет. Разберем эту тему в следующую нашу встречу. Я думаю, давай встречаться раз в месяц хотела. Договорились. Спасибо большое. Это было особое мнение руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта Романа Титова. Я Светлана Занько прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.